Кажется, в родниках и пабликах только и говорят о воде и так не один месяц. Мы рассказывали и показывали местную реку. Она черно-синяя, с пеной имеет неприятный запах. Жители уверены, виноваты. Текстильная фабрика «Унтекс» и очистные сооружения индустриального парка, куда в промышленную канализацию сбрасываются сточные воды. Система давно устарела, на трубопроводах часто случаются аварии. В администрации района предлагали три направления решения проблемы. Строительство напорной канализации, реконструкцию локальных и биологических очистных. К проблеме подключались Следственный комитет, прокуратура, Народный фронт. Об экологической катастрофе в родниках рассказывали и федеральные каналы. И снова новости. Начало апреля. Замечен мор рыбы. Сегодня 4 апреля 2024 год. Приехала на Шевригинское водохранилище. Очень много рыбешек валяется. Мертвые. Вот здесь уже сошла вода. И что осталось? Слов просто нет. Одни эмоции остаются. Вон и рыба. Эх, сколько тут. Все траванули. Вон она прямо пачками. Раньше такого не было. Вот 38 лет живу здесь. У меня вот нынче будет 39. Вон по плеку. Санимался рыболовством всю жизнь. Ну для себя. Не было такого. Вот нынче вот. Первый раз я вот видел, что... Такая... Как можно сказать, что... Черная краска просто. Вот это, друзья мои. Вот это живые дома. И погнали. Да, прямо напротив живых домов все сливают на... Краска черная. Просто трава черная. Вот смотрите. Местные власти надеются на новые очистные. В прошлом году областное правительство выдало району субсидию в 740 миллионов рублей. Тогда и начали реконструкцию локальных очистных сооружений индустриального парка. Они еще строятся. Меж тем, цветная вода появляется не только в реках, но и в раковинах родниковцев. Массовые жалобы поступали с улиц Гагарина, Любимого, Техническая. В январе 2024 года эти улицы временно были переведены на водоснабжение от подземных источников ЗАО «Родниковский машиностроительный завод» из-за ухудшения качества воды на Шевригинском водохранилище. Сейчас ситуация нормализовалась. Последние проведенные анализы показали, вода соответствует требованиям СанПИН. Поэтому было принято решение переключить данные микрорайоны на постоянный источник водоснабжения. Как ответили в администрации, сейчас вода соответствует всем нормам. Неестественный оттенок был только в течение одного дня после переключения.